Так что, наверное, мы доиграем. Ну, давайте, ладно. Р4 нельзя было допускать. Надо было в белом взять Е и самим двинуть Р4. Ну, как-то так. Так уж и быть. Так, ещё две партии. Вот, С5, наконец-то. С5. Найбер? Я не знаю, что Александр. Просто я боюсь, что я здесь очень быстро получу. Е5. Тут надо знать теорию. Это вариант очень острый. Конь-H5 тут ходил. Ну, там такая рубка. Идея на Ж4 взять. И на взятие взять ДЕ. Поэтому конь-H5 можно играть. Других ходов тут особо нет. Взятья, кстати, не очень. Шперст Би-Би-Си. Теперь на конь-H5 шах. Если король отходит, там конь-Е6. Ладно, давайте так. Вот, смотрите. Оп. Фон-Д7 надо. И другого хода нет, да. Ну, что, Е6 тут надо. Ферст Е2, кстати, неплохо. Но Е6 тоже сыр. Правда, тут играет. ФЕ, конь бьет Е6. Слон бьет С3. БЦ. Такая игра. Это же такое-то. Ферст Би-Би-6. Говорят, что у чёрных там даже ничего. Есть такая игра. Этот вариант есть такой. Мастер Хлебович. Это очень приличная игра. Что делать? Вот он играет, чёрный метод вариант. Но он по компьютеру знает, там до 25-го хода я как-то с ним играл. Это просто надо учить. Сидеть там. Там сложнейшие варианты. Чисто такие. Железный. Железный друг только. Человеку очень сложно всё это в голове запомнить. Потому что здесь позиционной игры практически нет. Здесь просто одна динамика. Я не знаю, что это вообще. Так. На F7-то я, наверное, возьму. Разочек. Ой. Конь Е6 шаг очень неприятный, скажу вам. По секрету. Это, по-моему, ферзь. Конь Е6 неприятный. Ну да. Не, ну я же говорила, что Дмитрий мне играть в целянку. Играя ДЕ, конь H5, тут надо очень много. Тут можно было бить на C3. То есть есть такая игра сложнейшая. Но я говорю, без компьютера тут, если не знаешь 20 ходов по первой линии, то там конец. А если знаешь, то там у чёрных.